всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня хочу сделать для вас расклад который называется мои года моего богатства в этом раскладе мы посмотрим такие вещи как с каким потенциалом качестве свойств вы родились что вы наработали дополнительно что вы используете а что нет это знаете как формат того что вы пришли в банк и вам дали энную такую сумму денег и сказали что вы можете с ней делать все что хотите и вот кто-то из вас начинает вкладывать эти деньги для того чтобы приумножить какие-то доходы кто-то тупо тратит а кто-то вообще не берет эту сумму то здесь вопрос в том как вы распоряжаете своим потенциалом изначально как-то вот у меня мысль немножко по-другому шла но она мне не понравилась вот я села записывать раскладки набросала несколько вопросов а потом их удалила почему потому что вот мне кажется что этот расклад он будет уместнее вот в таком ключе посмотреть меня самой будет интересно для себя тоже посмотреть как какую информацию какой средств информации я получу значит из колод у меня две метафорические колоды это все они и о нем да это колода таро темного света это колода который я сейчас мешаю то есть пока я с вами разговариваю я сонастраиваюсь на расклад это колода таро шаманов прям вот она энергетики да она может подойти так это вероятность знаете тех колод с которыми можно будет сегодня поработать и как-то вот энергетически сонастраиваю с колодами а это колода танец шамана смотрите вот это вот таро шаманов а это танец шамана логинова так сейчас я подготовлю колоды я параллельно нас а знаете это у меня так как-то пошло сегодня желание сесть и записать поскольку я считываю карты все-таки больше интуитивно не опираясь на ключевые слова то есть у мне подход немножко иной поэтому я решила сегодня сесть и записать необычное поле сегодня такой знаете вот энергетически сейчас настраиваюсь такое ощущение что очень много информации такой знаете достаточно глубокой надеюсь меня слышно я разговариваю тихо потому что как-то знаете вот энергия ощущения от поля что громко не хочется говорить хочется говорить знаете все так структурно показывается все так красиво а когда происходит какая-то красота она завораживает и хочется молчать не говорить вот такое ощущение когда говоришь разрушаешь красоту а вот тишина она наоборот замирание дыхание и ты видишь красоту структурность ладно окей сонастроилась так удивительное ощущение позиции вы видите первая вторая третья голубенький красненький зелененький я сегодня сделаю таким образом что наверное не буду отодвигать так поставлю а голубенький поставлю сторонку то здесь не будет хватать голубенького и вы будете понимать какая-то позиция вот так наверное будет лучше хотя есть тайм-коды и так позиция номер один с какими качествами да с каким потенциалом вы родились с каким потенциалом вы родились знаете здесь такая достаточно сложная структура мне показывают поясню что я хочу сказать есть одноклеточные организм и да такие например как там не знаю инфузорию туфель когда у которой задачи вообще ну по жизни намного проще да одна клеточка одна такая небольшая структура то есть ничего такого сложного нет и если рядом с ней поставить там допустим я не знаю человека то это вот прям вот гигантский какой-то прогресс до в структуре насколько клетки человека они намного сложнее устроены так вот здесь мне показывают вашу структуру она такая знаете достаточно обогащенная я не хочу сказать сложная она такая достаточно обогащенная то есть ваш потенциал попробуйте перевести на более понятный язык ваш потенциал он такой знаете достаточно объемный он не то чтобы в какой-то вот знаете вот в двух полоскостях до либо в 3 то есть он не такой простой это показатель того что вот ваша душа она прошла уже не одно воплощение да здесь очень много наработанных разных качеств и с разных воплощений здесь достаточно такая структурная душа насыщенная хочется сказать есть цвета наше восприятие цветов такой простой да вот например это красный либо это желтый четко и конкретно а есть знаете полутона оттенки и вот здесь вот такое ощущение что цвета того уже давно и нарабатывали а сейчас вы как будто бы оттачиваете оттенки причем какие-то таки знаете вот до мелочей не просто чтобы это было например там желтый лимонный и это все в сварилась а вот знаете какие-то вот прям нюансы это когда берешь алмаз и начинаешь его гранить таким образом что вот шлифовка она настолько важна что одна структурирует и знаете вот как-то дополняет сам камень таким образом что преломление света она играет знаете потом в этом камне как-то вот по-другому то есть можно группа отшлифовать и преломление света она будет такой простой а можно очень-очень филигранно вот здесь вот прям вот при профиль гранность говорится так отточить этот камень отшлифовать что преломление света на так и играет этот камень покажется раскроет свою свою суть по-другому так вот ваш потенциал как раз таки он вот такой вот а огромный но здесь суть идет о шлифовке именно найти вот эту вот знаете грань новую отточить ее таким образом чтобы свет который будет преломляться через эту камень чтобы он заиграл намного ярче здесь понимаете здесь не то что у вас какие-то новые качества нет здесь не про новые качества а здесь про хорошо уже известны вам качества но они должны заиграть по-другому они должны это знаете как скрипка с радивари да то есть и на одной ноте ты можешь сыграть прекрасную мелодию то есть все зависит от руки мастера да ты можешь взять прекрасный прекрасно настроенный дорогой инструмент и запороть его а можешь взять чтобы ну вот простой обычный какой-то не показывает здесь скрипку да и вот в руках хорошего мастера она заиграет по-другому так вот вы как раз таки являетесь сейчас таким мастер и вот ваш потенциал с которым вы родились здесь не столь сам потенциал важен сколько осознание вас что вы можете отшлифовать вот этот вот свой потенциал найти вот одну какую-то грань которая повлияет как-то вот раскроет все остальные вот здесь как-то так здесь очень такая знаете тонкая такая моторика хрупкая здесь все играет на какие-то миллиметры не не грубая работа здесь должна быть я надеюсь вы понимаете о чем я говорю здесь вот прям очень тонкая тонкая это показатель того что ваша душа она давно уже много раз очень много раз воплощалась то есть основную базу которой нужно наработать да вы ее уже наработали а сейчас просто идет вот это вот филигранная шлифовка какой у вас потенциал какие с какими качествами вы родились но вот выпадает девятка педакли то есть вы уже родились из девятка педакли на следующий аркан это десятка то есть десятка это завершение переход да так вот здесь вот как будто бы на на одну как этот на один шаг да как будто бы вы не доходите до какого-то перехода вообще вид в другое из не то чтобы измененное а другая форма жизни и вот здесь вы родились девятка педакли то есть для вас одно из важных качеств наверное не столько знаете получать какие-то уроки насколько смотреть на эти уроки уже с точки зрения как будто бы творца да то есть вот не изнутри проживать уроки осмотреть как с позиции наблюдателя и анализировать да то здесь очень зрелая какая-то позиция должна быть то есть ощущение того чтобы как будто бы уже родились осознанными людьми то есть вопрос заключается в том в какой момент вашей жизни вашего этапа это осознанность вы осознали свою осознанность вы родились осознанными поэтому здесь качество не в том чтобы по девятке педакли чтобы и что-то нарабатывать то что я и говорила ранее а здесь скорее всего умение этим всем пользоваться и вот это вот и будет ваш ваша вот это вот шлифовка да то есть у вас все уже абсолютно есть и качество наработаны здесь вопрос заключается в том как вы этим пользуете потому что каждый раз пользуясь теми качествами которые у вас есть по-новому вот это вот и будет играть каждый раз этот алмаз светится свечения будет издавать по-другому здесь ваше мастерство с каким потенциалом вы родились но знаете здесь пятерка мечей она говорит вообще все пятерки 2 в соответствии с древо жизни они говорят о духовном уроке потому что это внутренняя борьба всегда борьба соответствии с древо жизни это сфера гибура и ей управляет марс она такая воинственная ее задача разрушить какую-то стабильность четверки я то есть если в четверке на все стабильно ничего не развивается то для того чтобы дальше двигать нам надо разрушить эту стабильность а а это всегда разрушение это всегда дискомфортно потому что надо снова приспосабливаться к тому что мы будем создавать и это не совсем удобно так вот вы родились через какую-то давайте вот пятерка по пифагору это завершение это цикличность цикличность завершение какого-то цикла самого первого цикла так вот в данном случае здесь речь идет о том что через какую-то внутреннюю борьбу вот у вас какая-то вот внутреннее неудовлетворение до внутреннее сопротивление вот это будет являться для вас каким-то мотиватором для того чтобы вы выходили периодически в девятку педаклей то есть вы по своей натуре знаете человек хочется сказать проживший много познавший много уже в какой-то момент знаете потеряется интерес так вот чтобы вас мотивировать на дальнейшее движение для вас мотивации является вот это вот внутренняя борьба сопротивление неудовлетворения знаете вот требования какие-то к себе завышение постоянно какой-то планки то есть вот это вот марсианская энергия очень активная она будет вас запускать ваш рост ваше развитие то есть если вы периодически ощущаете какое-то неудовлетворение внутренний бунт да это вот является тем ключом который будет как трамплин да вот мотивирует он вас запускает знаете вот как какой-то раздражитель да тут постоянно надо быть включенным вот вот эти качества до какой-то вот воинственности борьбы неудовлетворенности не принятия себя это будет запускать вас ваше развитие почему потому что еще расскажу очень такая знаете хочется сказать богатая очень такая вот как как тесто до когда начинает подниматься и если вовремя его не опустить она начинает растекаться вот вы какая-то как как на дрожжах такая знаете вот душа всеобъемлющая очень-очень большая очень такая насыщенная объемная сочная и иногда она неповоротливая становится да потому что одно дело когда одна клеточка начинает двигаться такая шустренькая да ей много чего нужно узнать а другое дело когда человек такой знаете но много познавший он нерасторопный он он понимает что они куда бежать не надо да то есть все придет здесь другие подходы нужны и вот вас как будто бы вот эта вот марсианская энергия она хочет сказать в кавычках все время пинает для того чтобы как-то вот двигались да это как это подгоняет ну давай быстрее ну давай а вы так не спеша вальяжно да и делать ну то есть здесь такое это будет приносить вам воинственная вот эта вот ваша энергия по пятерке мечей она будет приносить вам очень много дискомфорта и конфликтов с внешним миром да не то что вы конфликтный человек а именно через конфликты вы будете как-то развиваться это качество оно оно вам необходимо еще с какими качествами вы родились каким потенциалом давайте вот на этой а вот так наверно на каждый колотик смотрю с каким потенциалом перевернутой что ли ну вы родились верховной жрицей на то есть о чем здесь говорить какие-то карты перевернуты вы родились верховной жрицы вы родились с тайными знаниями да то То есть у вас есть, хочется сказать, подключка к чему-то такому большему. Вы всегда видите больше, чем другие. Вы умеете читать между строк, вы понимаете, осознаете подтекст. То есть даже, знаете, интуитивно, если вы еще не находитесь на этом пути развития, что в чем я, конечно, засомневаюсь, но все же, знаете, чисто интуитивно вы понимаете, что когда вы беседуете с человеком, человек говорит одно, а подразумевает что-то другое. И вы вот этого другое ощущаете. То есть вы понимаете, что не все так просто, что-то другое хочет сказать человек. То есть если бы был на вашем месте кто-то другой, он бы сразу сказал, ну дословно, вот это говорит человек, значит он это подразумевает. Нет, вы очень тонко считываете то, что скрыто, то, что не у всех на глазах. Такое ощущение, что многие из вас видят, хочется сказать, параллельные миры, вот иногда бывает такое видение, вот вы сидите, и вот боковым зрением вы видите, что кто-то пробежал, да, либо что-то. Вы не можете это понять, но вы ощущаете, что вот не только люди живут на этой земле, да, то, что есть еще и другие формы. Возможно, визуально вы их не видите, но вы где-то ощущаете когда-то вот это вот присутствие. Вы всегда видите, чувствуете, осознаете, понимаете, воспринимаете намного больше, чем кто-то другой. То есть вот здесь только, знаете, есть какое-то ощущение некой такой пелены, что вот я это все ощущаю, я это все как-то вот не осознаю. Ну то есть это есть, но я это не вижу глазами. То есть как будто бы, знаете, сознание не воспринимает это. Ну однозначно это потому, что другое восприятие. Но вот именно сознательно вы это не воспринимаете. То есть вы как будто бы, вы знаете, что есть. Как есть сознание. Я не могу это объяснить, но я это воспринимаю, да. То есть я четко знаю, что это вот есть, да. я знаю, что сейчас пробежало что-то, я это знаю, это мне не показалось, но я не могу это объяснить, у вас вот это вот по жизни, оно идет такое, что вот какая-то есть пелена между вами и чем-то другим, непроявленным, невидимым, вы как будто бы за завесой, знаете, прозрачной, вроде бы тени мелькают, а вот уловить четко конкретно не могу, и так у вас по жизни во всем, в отношениях, в словах, в знаниях, во всем. Королева Кубков, ваш потенциал непосредственно, что мне перевернуть карту, ваш потенциал, основа чувств, вы очень чувствительный такой, знаете, в унисон с вашим бессознательным, да, здесь люди, многие могут видеть сны, разбираться со снами, либо как-то вот работать с бессознательным, понимать, считывать знаки, символы, как-то вот здесь вот прошлое очень ярко, вы взаимодействуете с прошлым, не с будущим и не с настоящим временем, вот именно с прошлым как-то, по времени, что-то с прошлым. Хорошо, с таким потенциалом вы родились, какие качества вы используете из этого потенциала, а какие нет? Давайте на этой колоде посмотрим, что такое большое раскладываю, какие качества вы используете, а какие нет? Какие используете, а какие нет? Во-первых, вы не используете свой опыт, вот как ни странно, да, то есть вы не используете свой опыт, и вы как будто бы то ли к себе бережно, нет, но здесь ощущение того, что вы полностью себя не осознаёте, вот именно где-то на каком-то глубинном уровне, да, у вас нету чёткой структуры понимания, кто вы, да, есть какие-то вот фрагменты, которые вы видите, да, вот он, то есть пришёл спереди, да, увидел переднюю часть себя, а то, что сзади, сбоку, вы как будто бы не видите, потом встали сбоку, видите, вот сбоку, а вот эту сторону всегда, то есть от вас что-то скрыто, то есть целостную картину себя вы как будто бы не видите, и из-за этого вы иногда даже себя и разрушаете, хотя это вот именно, есть одно из качеств, то, что я говорила, с которым вы родились, и это вас мотивирует, поэтому вы не пользуетесь, знаете, вот бережно, как-то вот вы к себе бережно не относитесь, почему по причине того, что вы себя как будто бы не понимаете, вы не осознаёте ценность себя, вы не осознаёте важность, не используете свой какой-то вот прошлый опыт, чтобы поделиться как-то вот с другими, вы всё больше как-то вот в себе, в себе, в себе. Вы не используете свои какие-то коммуникационные навыки, у вас есть способность соединять несоединимые вещи, абсолютно разные по структуре, по материалу между собой, но вот здесь вот ощущение того, что как-то вот вы на полную свой опыт, то ли вы его не передаёте, то ли вы не пользуетесь, как-то связано здесь с коммуникацией, вы этим не пользуетесь, то есть у вас намного больше возможностей, вы не идёте в этот опыт, как будто бы, знаете, вот нет какой-то связи с вашими прошлыми какими-то наработками, ощущение того, что, знаете, вот если бы вы вспомнили себя, здесь вот какой-то вам опыт нужен, какая-то инициация, вот именно вспомнить себя в прошлом как-то, здесь какой-то вот на какой-то вы другой уровень бы вышли, абсолютно, здесь как-то связано с памятью, память, прошлое, и умение это передавать другим, вот этим вы не пользуетесь, а то, чем вы пользуетесь, какие качества вы используете из своего потенциала, которым я описывала, умение, знаете, разрушать то, что уже отжило, да, то есть, как-то вам удаётся, это правда, я не могу сказать, что через боль, просто это очень долго идёт, но вот вы иногда, знаете, можете разрушить то, что долгое время строили, не боитесь уйти и сказать, что, блин, вот время положило столько, а это не получилось, нет, вы разрушаете это всё, и правда, иногда, да, застреваете, но всё равно приходит время, да, и вы себя вытаскиваете, вот из этого прошлого, и когда вы вытаскиваете, вы становитесь другим человеком, то есть вы можете как будто бы залипать в каком-то опыте, в каком-то, в какие, знаете, вот идёте, идёте, коп, ногу подняли и замерли, не ставите её, почему? Потому что в этот момент, допустим, что-то вспомнили, и вот вы включились в этот процесс воспоминания и забыли, что нужно двигаться, что нужно ногу передвинуть, и со стороны это видит, кажется, очень достаточно странно, вы идёте, идёте, коп, замерли, то есть вы можете, допустим, там развиваться, как-то активнейшись, потом в какой-то момент замерли, и казалось бы, да беги уже быстрее, да, то есть люди вам могут говорить, да, ты уже, ну, двигайся, ты на правильном пути, и со стороны людям непонятно, вы как-то замерли, остановились, и непонятно, в чём причина-то остановки, а вы в этот момент что-то вспомнили, да, как вот такое ощущение, знаете, как будто бы живёте, живёте, потом замерли, и начинаете дорабатывать что-то, что было как-то вот из вашего прошлого, то есть, а, вот там когда-то я не доработала эти отношения, и казалось бы, уже вот нужно их отпустить, а вы нет, вы их дорабатываете, и это было как раз-таки то, то недостающее звено, либо какой-то вот пазл, какой-то инструмент, после которого, как вы в себе его встроите, и потом начинаете быстрее идти, выходите как-то на другой этап, здесь очень, у вас своя какая-то структура, продвижение по жизни, я же сказала, у вас такая достаточно сложная структура, устройство, того, как вы созданы, сотканы, да, то есть, у вас вы нелинейны, вы как будто бы вот в своём пространстве ходите, да, в своём как-то, не то чтобы в своём времени, а вы взаимодействуете со всеми временами, одновременно, у вас нету понятия линейность, да, у вас всё единое, прошлое, настоящее, и будущее, и вы как будто бы выхватываете, вот, что вам необходимо из будущего, нет, ну здесь не из будущего, здесь вы больше как-то с прошлым работаете, да, как-то вот из прошлого, а, допустим, сейчас мне надо построить проект, и где-то вы вдруг неожиданно вспоминаете, что кто-то где-то видели какой-то ролик, допустим, на ютюбе, да, или ещё что-то, и там человек передавал какую-то информацию, и вы говорите себе, а, вот именно сейчас она уместна, и она как будто бы всплывает у вас из памяти, вы начинаете как-то её шлифовать, отрабатывать, и потом, гоп, это встало, как пазл, и вы дальше пошли намного быстрее, то есть, я не знаю, как вот вы работаете, да, вот здесь вот как-то с вашим прошлым, и вы не боитесь себя разрушить, когда вы принимаете решение, вам сложно принять какое-то решение, но когда вы его приняли, да, вы уже идёте семимильными шагами, вы долго принимаете, вы знаете, как будто бы вот складываете пазл, складываете пазл, и казалось бы, осталось вот один кусочек положить, и потом вдруг, знаете, как будто бы вот снизу стола так подбросили, все эти кусочки опять развалились, и вы встали и ушли, типа, ну мне это больше не нужно, то есть, вы можете принимать какие-то кардинальные решения, оттуда, откуда вас не ждут, да, то есть, не ждали, не ожидали от вас, вы приняли какое-то решение, оно может быть диаметрально противоположное, вам это всё равно, то есть, вы не смотрите, опять скажу, в линейное, что надо там прямо идти, для вас имеет смысл по диагонали пойти, да, где-то, возможно, по кругу как-то пойти, если это необходимо, я что-то не добрал, что-то не получил, то есть, ваша координация в пространстве, она своя, да, здесь, как-то так, я понимаю, что сегодня я говорю непонятные вещи для кого-то, да, но энергетика сегодня такая, что вот я буду говорить так, как идиот, поэтому, если кто-то там будет опять из хейтеров писать, я, мне всё равно, мне важно передать вот эту вот сложность, это как будто бы, знаете, у меня такое ощущение, что вот сейчас от меня требуется описать структуру снежинки, когда вы её смотрите под микроскопом, вы видите вот эту красоту, и как вот эту красоту описать словами, вот что сейчас от меня требуется по отношению к вам, так, хорошо, какие качества вы наработали дополнительно, то, что вы не используете, да, мы посмотрели, а какие качества вы наработали дополнительно, вот знаете, если кто-то ещё не работает с памятью, вот это, это одно из качеств, которыми, то ли вам надо поработать, то ли вы будете работать, то ли вы уже наработали, то есть дополнительно какие-то качества, знаете, здесь вы как будто бы умеете, здесь со временем, вот кто-то работает со временем, я не случайно говорю про прошлое, знаете, вот как будто бы вы можете, не то чтобы стирать свою память, а как-то вот умеете управлять выборочно, это надо, это я помню, а это не надо, это я не помню, это я отсекаю, вот то, что я уже прожила, всё, это уже ушло, мне это уже не нужно, как-то вот стирать во времени, да, время, время стирать, как этот, стирать я имею ввиду, как резинка, как художник, ты что-то нарисовал, ему не понравились какие-то линии, и он стирает, но вот здесь вот как-то с памятью, с памятью и со временем надо поработать, это те качества, да, и выпадает за зеркалье, зеркалье, знаете, вот какая-то иллюзия, да, попадаешь в временной какой-то лабиринт, и вот ты ходишь, 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 и ты понимаешь, что ты можешь оттуда выбраться, что это вот всё какая-то иллюзия, но эта иллюзия, в ней есть какой-то вот урок, и здесь урок времени мне почему-то идёт, времени, лабиринт времени, вот вы как будто бы, то ли попадаете в лабиринт времени, то ли застреваете в каком-то лабиринте времени, так, что здесь про время, что про время, император, здесь вам, знаете, здесь вам нужно научиться как-то работать не то чтобы с вашими ограничениями, а рамками, а научиться видеть время, я понимаю, что я сейчас буду говорить непонятные вещи, я уже про это говорила, ещё раз скажу, вам, ваш уровень развития, вы, для тех, кто, сейчас информация, для тех, кто действительно работает над собой, развивается, очень много практик проводил, вот здесь ваш уровень, вы достигли, когда вы можете видеть мир не в контексте рамок и иллюзий, которые вам даются, а ощущение того, что вы можете выйти за пределы каких-то рамок, то есть за пределы времени, за пределы пространства, за какие-то пределы, вот не то, что вам, допустим, диктуют по жизни, показывают, что вот это вот дерево, оно должно вот так выглядеть, это кровать, нет, а здесь такое ощущение, что вот у вас есть такой навык, да, придумать, не знаю, придумать, не придумать, увидеть вещи, не такими, какими они кажутся в мире иллюзий, в нашем мире, надо расширить, знаете, расширение сознания, как-то вот, видите, за свою коробочку привычную, автоматизмов, вот именно поэтому я говорила, что вот вы идете, гоп, и замираете, да, как будто бы почва уходит из-под ног, и то, что вы знали ранее, в какой-то момент, оно становится уже, что бы не актуальным, а вы задаетесь вопросом, а почему я в это верил, да, а почему я в это верила раньше, то есть, ну, какая, какая глупость, и вот здесь, вот в эти моменты, у вас как будто происходит инсайт, и вы понимаете, что не все так, как мне кажется, что вещи на самом деле, они устроены по-другому, и вот это вот будет как-то, знаете, запускать вас, этот момент понимания, а я хочу узнать, а как на самом деле вещи устроены, то есть, не ту иллюзию, не то, как нам все показывают, а то, как есть на самом деле, и это индивидуальный путь, это индивидуальное развитие, то есть, вы не сможете куда-то вот пойти на какие-то тренинги, вас научат, нет, не будет каких-то, я не знаю, там книг, где про это будет написано, нет, это ваш какой-то индивидуальный, скорее всего, это этап ближе к завершению вашей жизни, я не имею в виду к старости, а вот от зрелого, от пика, и больше к приближению к цели, какой-то вот такой последний этап, знаете, такое взросление, когда вы вспоминаете себя, и вот вы понимаете, что есть другие ценности в этом мире, нежели материальные, и я хочу познать вот эти вот духовные блага, а эти духовные блага, это иное мышление, и вот вам нужно выйти за рамки, и тогда вам будет, конечно же, для кого-то вы будете казаться шизиком, потому что то, что будете видеть вы, этому нету объяснения, то, что будете, опыт будете проживать, этому нету логического объяснения, ну, с точки зрения науки, может быть, и нет, метафизики, да, будет, либо там, квантовой физики, либо каких-то наук, которые еще не открыты, то есть, вот так вы перейдете в будущее, как будто бы, очень странно, сейчас я все говорю, ну, то есть, я слышу себя со стороны, и ставлю себя на ваше место, я понимаю, что, блин, что она там такое говорит, ну, то, что мне открывается, знаете, это вот как фильмы фантастики, да, из того, что, ну, наше будущее, там, 3000 какой-то год, да, либо там, 10 тысяч, 5000, такой-то год, вот, как-то такое, вот то, что ты там видишь, да, это, кажется, это вообще необъясимо непонятно, вот такое сейчас я вижу вас, какое-то очень важное, начинали с девятки пендакли, очень важный этап вашей жизни, то есть, вы один шаг до метаморфозы какой-то, вот, в другую, иную форму жизни, перерождения, пускай это будет в человеческом, да, теле, но это вот, это другой уровень сознания, это, знаете, вот, как люди, которые пробудили кундалини, да, они воспринимают мир иначе, да, они могут одновременно слышать запахи, звуки, и это все одновременно, и для них это естественно, это не поочередности, а это вот восприятие мира, оно другое, вот вы очень близки к тому, чтобы перейти к этому, да, то есть, вот такие качества, вы можете наработать для себя дополнительно, большая такая позиция была, первая, так, это была первая позиция, мы с вами переходим к позиции номер два, красненькому камешку, с какими качествами двойки, у меня родились двойки, с какими качествами вы родились, вода, 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 что вода, шепчет вода, холодный ручеек, такая, знаете, вот, с качествами какой-то свежести, что ли, легкости, с качествами звука, звука, вот вы вибрируете на каких-то более тонких, знаете, как паутинка, да, то есть, можно на нее просто вдыхнуть, и она развалится, то есть, вот, вы звучите на каких-то хрупких, хрустальных, каких-то нотах, именно хрусталь, потому что это, вот, знаете, это как будто бы лед, холод, и, ну, то есть, вода и ветер, знания какие-то такие, интуитивные, вы звучите очень высоко, такой, знаете, вот какой-то космический, звук такой, вот, пения, аж, да, мурашек, ваш потенциал, с которыми вы родились, да, какие-то вот космические, космические, ну, космические знания, поэтому вам тяжело как-то немножко адаптироваться к материальному миру, он более грубый для вас, для вашей структуры, и, и вот это вот, да, с одной стороны, это вас закаляет, то есть, материя вас закаляет, потому что, вы как будто бы какие-то вот воздушные, да, внеземные, внематериальные, и вот вас как раз-таки, надо заземлить, да, надо как-то, чтобы вы по земле ходили, с каким потенциалом, с каким потенциалом еще вы родились, с каким ресурсом, знаете, вот мне здесь какие-то коды показывают, код, код не знаю чего, цифры, и, и, и музыка здесь, как будто бы вот ваша душа, хочется сказать, да, она закодирована на какие-то ноты, вы можете попробовать попрактиковать, провибрировать на всех нотах, начиная от до, до самой последней ноты, и вот вы как будто бы знаете, провибрировать, это просто включите ноту, как она звучит, да, если не понимаете, и постарайтесь проимитировать, только не голосом, а вот где-то вибрации в животе, да, вот солнечное сплетение, и верх живота, вот чтобы звук оттуда звучал, да, чтобы вибрировал, вы как будто бы ощутите эту вибрацию, и посмотрите, на какой ноте вы звучите, на какой ноте вы вибрируете, здесь очень высокие ноты, они вам, как вы поймете, какая нота ваша, вы ощутите это в области солнечного сплетения, поэтому музыка для вас, это как будто бы, знаете, сонастройка, когда вам нужно сонастроиться, на что-то, на, я не знаю, на реализацию, там, своих каких-то желаний, вот есть люди, которые делают карту желаний, они визуалы, а вы, вам нужно подобрать такие, такие ноты, такие мелодии, которые, вот, звучали бы примерно в диапазоне вашей ноты души, и сонастраиваются, знаете, вот это, это как будто бы, ну, я не знаю, как 25 кадр, что ли, что-то такое, то есть, это как будто бы, вот вас возвращает, да, то есть, вы это слышите, и расслабляетесь, у вас есть ощущение, я дома, да, и мне хорошо, и вы как будто бы этим подпитываетесь, и потом на следующий день, ну, через какое-то время встаете, да, и продолжаете существовать в материи, потому что материя, она вас как-то разрушает, вот эти вот ваши тонкие вибрации, потому что нету созвучия, здесь очень грубо, все тяжело, а вы звучите достаточно возвышенно, но вот здесь ощущение того, что вот ваша душа, она специально выбрала немножко грубой материи, почему, потому что здесь вот как-то вот вопрос материализации, да, то ли это ваше качество, как будто бы вы должны научиться, вот эти вот коды, да, коды, пароли, не знаю, что такое мне говорится, чтобы вы это занесли в материю, чтобы вы это, как бы вам сказать, научились материализовывать свои какие-то желания, то есть вот одна из ваших способностей, одна из ваших качеств, не про то, что как-то провизуализировать, там подумать, нет, это не ваше, а вы как будто бы через музыку, через музыку, даже не через музыку, а через ноты, через звучание, вы то, что есть в вашей душе, вы должны это материализовывать, к примеру, когда вы одушевлены, аж мурашки бегут, потому что вы очень-очень высоко звучите, и здесь прям такие ноты очень-очень высокие, высокие. Знаете, вот если кто-то когда-то, чтобы вы понимали, о чем я говорю, когда-то, если слышали американскую певицу Марая Каррой, вот она, как раз я в музыке не разбираюсь, но она берет вот эти вот высокие ноты, вот вы звучите вот на таких высотах, на высоких нотах, и вот ваша как будто бы задача научиться вот эти состояния души, очень высокие, очень возвышенные, высоковибрационные, заземлять через реализацию. Это, знаете, это состояние воодушевления, вот в этом состоянии вы что-то рождаете, и вот как будто бы вот эти идеи, вы их воплощаете через действия, вам это как, ну, надо совершать какие-то действия, чтобы это проявляли, ну, я не знаю, вы одушевились, например, если кто-то из вас архитектор, да, и нарисовали, изобразили какое-то здание очень такое красивое, да, такое вот, я не знаю, богемное какое-то, да, вот, вот ваше слово богемное, богемное, вот прям звезда, космос, богемное, что-то такое, она холодная, недоступная, и вот вы как будто бы родились для того, чтобы вот эти вот свои идеи, качества, воплощать через творчество, понимаете, даже если, допустим, мы говорим, делаете какие-то украшения, ваши украшения, они не могут быть грубыми, вот подбор камней, да, вы будете выбирать какие-то кристаллы, какой-то вот необычной формы, оно будет напоминать космос, вот что-то все время напоминает, как отсылка к космосу, но не в контексте холодности, что это далеко, а в контексте чего-то такого, знаете, ментально возвышенного, да, то есть это вот какой-то, как мы говорим, иная цивилизация, да, космическая, которая больше знает, больше понимает, намного развития, да, нет у нее вот этой вот агрессии нашего мира, да, нашей животной природы, и в ваших работах то, что вы делаете, должно присутствовать вот это, вы как будто бы вносите код своей души в то, что вы делаете. Я думаю, надо продолжать дальше на картах, либо я вам так скажу, потому что здесь поток очень такой глубокий, но посмотрим, с какими качествами вы родились, как потенциал, с какими качествами вы родились, как потенциал, какими качествами, вода и ветер, вот здесь вот стихийные какая-то вещи, да, вода и ветер, это то, что вас как-то вот очищает, с какими, ну, верховная жрица, с какими качествами, Причем в этой колоде, если вы посмотрите на этот аркан, здесь сидит женщина, а сзади у нее на завесе как раз-таки космос, комета пролетает, все такое, надеюсь, вам видно, созвездия, новые какие-то вселенные, все такое, вот здесь как раз-таки на заднем плане. Ну, вы родились такие, хочется сказать, не от мира сего, очень тонко чувствующие, вот как ветер, понимаете, как легкий такой ветерок, который проходит над водой, над озером, он создает какой-то вот такой вот рябь, да, и это так красиво, вот в этом есть какая-то своя красота, дух захватывает. И оно как будто бы, знаете, вот я же говорю, какое-то вот журчание воды, да, у нас сейчас осень, и вот листья, допустим, опали, да, и у кого-то, я не знаю, может вам нравится ходить и обувью так это, ногами шаркать и по листьям, да, и вот вы слышите, как это шелест вот этих листьев, и вот это вот журчание воды, да, причем не небольшая речка, а вот, я не знаю, откуда там вот вода чуть-чуть сечет, да, протекает, протекает, и вот это вот слышно, и вам нравятся здесь вот прямо вот эти вот краски осенние, осенья, или, допустим, листья берете сухие, да, засохшие, и они вот так вот хрустят, и вот этот вот хруст, когда они как будто бы распадаются, но вот этот вот звук, что-то есть в этом, какой ваш потенциал, ваш потенциал это любознательность, ваш потенциал это желание узнать, это некий такой риск необдуманный, да, маленького ребенка, которого открыты глаза на все, и это не случайно, еще раз скажу, ваша душа такая вот достаточно космическая, она попала в этот материальный мир, она смотрит так по сторонам, а не может понять, да, куда я попала, что вообще от меня хотят, и вам все это интересно, да, это, допустим, если вот вы попадаете в какой-то, я не знаю, мир технологии, да, какой-то вот опять-таки, 3000 какой-то год, или там 5000 какой-то год, вы смотрите на все открытыми глазами, то есть, а это как, а это, а это что такое вообще, а я здесь каким образом, да, и вот ощущение того, что, знаете, вот ваш какой-то воспаленный мозг, воспаленный мозг в контексте того, что я все хочу узнать, я все хочу попробовать и понять, потому что мне ничего не понятно, я ничего не знаю, такое вот ощущение, что вы как будто бы родились, и, ну, ваши родители вас ни к чему не адаптировали, да, вот к этой жизни, такой жесткой какой-то, может быть, вас, ну, я не знаю, как охраняли, что ли, как говорят, допустим, да, маленькая девочка, ее так берегут, охраняют, и вот она неожиданно идет, вечером возвращается с института по какой-то улице, вот на нее нападают бандиты, и она такая в недоумении, а разве такое есть, да, а я же ничего не сделала такого плохого, то есть, почему ко мне, за что, вот я тут каким макаром, да, каким боком, вот здесь такое ощущение, здесь идут температуры какие-то, да, очень часто, то есть температура, это когда наш организм борется с чем-то таким инородным, да, наш иммунитет осознает нечто инородное, и он начинает с ним бороться, так вот, вы иногда сопротивляетесь жизни тому, что с вами происходит, то есть вам нужно как будто бы принять эту жизнь, да, то есть если это ваша душа выбрала этот материальный мир, я сказала уже для чего, для того, чтобы творить в этом мире, да, приносить вот эти ваши коды очень тонкой души, заземлять, материализовывать, да, не думать, фантазировать, а превращать это вот в нечто такое руками сделанное, вот вы человек, который почему-то руками что-то делает, да, то есть даже если вы, к примеру, пишете музыку, все равно руками вы записываете эти ноты, и вот здесь вот как будто бы не всегда есть вот это вот принятие, принятие мне почему-то показывают, знаете, как раньше были музыканты в прошлом, там, на столетии, я не знаю, как вот они вроде бы бедные, да, ну, дети гении, вот, и они вынуждены как будто бы жить в нищете, да, и люди не понимают, не признают, да, что они в свое время, да, что вот они как-то, ну, и гениальность не признана, не все люди понимают, не все люди осознают качество, да, в вашей душе, кто вы, что вы, а вам как будто бы не столь важно вот это вот выживание этого материального мира, вы все равно несете какие-то отголоски чистоты вот этой вот вашей хрупкости, вы сидите, мне показывают, да, здесь, и кто-то пишет музыку, это не сейчас время, это вот какие-то вот прошлые столетия, да, то есть там кто-то может за стеной шуметь, там пьянки, кто-то ругается, где-то там нищета, крыс мне показывают, бегают, а вы воодушевлены, вы горите, вы больны вот этим своим воодушевлением, да, вот этой вот красотой мира передать, вот здесь у каждого свои качества будет, но суть энергии, она вот такая, какие качества из того, что я писала, да, вы используете, а какие нет, какие качества вы используете, а какие нет, какие качества используете, а какие нет. используйте здесь шестерка на шестерка чаши пятерка чаш какие но вы используете свои утраты какие-то вот знаете отчуждение из прошлого себе во благо но это когда вот мы говорим что человек проживший какой-то вот болезненный опыт для души он это переводит в какое-то творчество там я не знаю пишет стихи поэмы пишет какие-то книги да как-то это вот переводит это все в творчество то есть вот эти свои разочарования и постоянная какая-то память связь с прошлым семьей либо утраты семьи то есть вот всевозможные утраты вы их переводите в нечто такое творческое когда вы ощущаете что как будто бы связаны по рукам по ногам да вы все равно выживаете вот вы трудности своей души которая проживает материальном мире да вы все равно выживаете не то что вы адаптируетесь а как будто бы вот цветок он прорезает асфальт и казалось бы ну вот не его это да природа цветы должны на луга где-то быть на земле а вот мы часто видим интернете вот эту вот картинку когда цветок разрезал асфальт и вот где-то трещина в этом асфальте и проходит вот этот росток и это как будто бы не совсем понятно и объяснимо вот вы такой вы на самом деле очень не что целеустремленный человек который если ставить себе какие-то цели он их достигает главное чтобы эти цели были созвучны вашей душе на вашему состоянию но вы даже и асфальт можете пробить если знаете как будто бы сфокусируетесь захотите это это то что вы используете а что вы не используете это из тех качеств да это вот как-то взаимодействие с как он называется материальным миром как-то с деньгами вот здесь вы не умеете переводить вот это вот свое состояние до в к примеру вы не можете продавать свои услуги вы не можете продавать свое творчество да то есть здесь королева пендакли она как будто взаимодействует с миром материальным да но она вот эту вот всю материю и красоту этого мира она умеет переводить пендакли для себя а вы как будто бы этого не умеете делать вы не умеете уходить от какой-то стабильности до либо наоборот приходить какой-то стабильности ощущение того что вот как-то вот свою жизнь вы не можете сделать уютный комфортный теплый безопасный вот что-то здесь такое новизна куда вы идете это чем вы как будто вы не можете знаете победить а что вам победить надо вы не видите себя реализацию себя вот в материальном мире понимаете то есть душу это все хорошо до воодушевление вот эти вот все высокие вибрации это все прекрасно но вы как будто бы не не заземляетесь не можете проявить себя в материальном мире не можете в материальном мире показать вот эту вот вашу красоту души нас ощущение что вот ваша задача в этом-то и заключалась до коды то что мы говорим привнести знания в кавычках до неземной цивилизации в эту земную а у вас не получается вы не можете как-то вот передавать это знаете закодированное знание состояния души это когда ты воодушевляешься и начинаешь там я не знаю красивую картину рисовать вот человек смотрит он видит материальном мире он видит эту картину на самом деле это код это состояние вашей души эта энергия возвышенная которая материализовалась и она выражается вот в красках у вас как будто бы вот этого нету не проходите вы как будто бы материю что вам поможет что вам поможет но здесь еще и того как будто бы больше наблюдать за тем как это делают другие люди вас опыта то нету такого земного материального и вам надо больше следить либо но здесь можно и следить на расстоянии наблюдать за тем как другие у других людей это получается вам опыт нужно перенимать у кого-то но не учиться на расстоянии хорошо а какие качества и вы возможно на работали дополнительно если качество которые вы наработали дополнительно в этой жизни помимо тех с которыми вы родились сейчас как бы интерпретировать эту картинку здесь такое ощущение что вы научились как будто бы не бояться материю пускай вы с ней еще не взаимодействуете на сто процентов да но вы вы уже как будто бы не боитесь да вот своих каких-то теневых аспектов которые у вас проявляется иногда что-то такое не очень приятное не очень красивое когда ваша душа чистая хрустальная опускается материальный мир она все равно шлифуется вот этой вот материей огнем и могут пробуждаться знаете вот как на на этой картинке покажу может быть вам так понятнее будет да вот у человека значит на заднем плане дракона у него рука он видит что он превращается в этого дракона так вот здесь ощущение того что кто-то как будто бы осознает что я уже частично до стал такой вот как в материальном мире да то есть у меня уже иногда появляется какая-то агрессии раньше если допустим вас это очень сильно пугало и напрягало и вы говорили но это не я я не такой человек да как как я могу что-то плохое подумай да сказать где-то огрызнуться то сейчас уже где-то вот это вот грубая материя она все равно на вас влияет и где-то она уже начинает у вас появляться и вас это уже не так страшит уже не так пугает что влияние материя она все равно присутствует как будто бы вас как будто бы уже знаете не так пугают люди вас уже не так пугает весь этот материальный мир на вы уже смотрите какая интересная история да здесь мужчина стоит и вот он уже превращается в этого дракона да а здесь он как будто бы продолжение истории он уже превратился в этом в этого дракона да и как будто бы чахнет над своим золотом своими как-то пендаклями то есть знаете здесь уже как будто бы наработали вот то что я говорила да либо вы к этому придете вот то что я говорила ранее что вы не используете как свой потенциал да вот это вот пендакливость то что здесь вся позиция пендакливая и выпадает дракон то есть в конечном итоге либо вы это наработаете когда перестанете бояться людей когда перестанете бояться взаимодействия с ними когда перестанете бояться своих теневых аспектов то есть вы как будто бы отторгаете их и говорите не не я не такой я не хочу таким стать но в мире в котором вы живете иначе выжить нельзя и вот когда вы примете вот эту вот свою природу на здесь вот превратитесь в этого дракона тогда у вас произойдет вот это вот заземление да и пендаклевость о которой я говорила здесь ранее она у вас проявится то есть это только будто бы что вам нужно на работу здесь задача адаптироваться в этом материальном мире ну и чтобы адаптироваться да вам же еще и выжить надо а для этого нужны как минимум деньги так вот показатели наличия данном вот на протяжении последующих лет до чем больше у вас будет эндакли не в контексте чтобы в кубара в этот мужем и как в копилку да куда-то складывать нет а в контексте вообще наличие денег вашей жизни будет пока будет для вас неким таким показателем да что либо критерием что вы уже нарабатываете вот этот вот адаптацию в материальном мире то есть чем больше денег тем больше и лучше вы адаптируете здесь еще не того что знаете вы просто боитесь потерять себя вот это вот чистоту свою я вам говорят что вам никто не говорит что вы стали темными а вам говорят наоборот привнеси вот этот свет в темный мир то есть научись светить в этом мире темном не отрицая его не то что вот я я хороший так как очень грубый пример я хорошая ты плохой нет а ты научись быть в мире плохом и при этом оставаться и нести свет нести доброту то есть вот вот эти вот все добродетели это она как-то вот улучшает ваш мир вот если совсем просто потому что здесь ну нет 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 не такая простая информация да то есть здесь ну нет это слишком грубо чтобы сказать что но там плохо либо хорошо потому что в контексте души здесь другие состояния здесь другие структуры и понятия там нет вот этой дуальности которая присутствует материальном мире и вам нужно найти золотую середину а для того чтобы найти золотую середину скорее всего здесь как будто вот первое какое-то такое воплощение когда вы только адаптируетесь познаете да что есть материя поэтому в какой-то момент вас даже будет затягивать в эту темную материю не бойтесь это не связано с тем что вы станете таким плохим и темным а это связано с тем что для того чтобы найти какой-то вот баланс на вас есть условно говоря минус батарейки вот чтобы прийти к балансу вам нужно познать и другую противоположность и только после этого понимая вы уже будете выбирать золотую середину здесь как будто бы только у вас есть только одна сторона медали и вы не можете войти в этот баланс все равно не войдете потому что будет тянуть да вот это вот непознанное непонятное противоположное то что вам нужно понять вот такая была и вторая позиция сегодня позиция огроменны и так переходим к позиции номер 3 зелененький камешек последний вот здесь вот мы его и оставим то есть трогать не будем с какими качествами тройки вы родились эти знаете как будто бы показывают мир друидов до в лесах люди живут почему-то в лесах да все это как-то деревья энергия земли какой-то земли деревьев камень такое знаете вот земное как будто бы земная стихия с какими качествами земными стабильностью комфортом таком таким уютом знаете деревне в которых есть кланы да вот какая-то клановая система почему-то показывает больше как скандинавов до когда ну то есть где-то северные народы холодно потому что не совсем снег я не могу сказать что здесь нет а здесь мне показывает людей таких да знаете невысокие но и таки достаточно крупные жилистые поджары такие спортивные но у шубы показывают шубы леса даже не шуба шкуры шкур животных потому что я меха вижу и как это добыча вот с какими качествами вы родились да вот такими вот человеком который может добывать да вот что-то добывать гномы до гнома они тоже у нас соответственно за земледелие за деньги за финансы друиды это тоже земля это вот то что связано с природой да вот деревья ты тоже часть стихии земли природы с какими качествами вы родились выпадает четверка пендакли кска про пендакли знаете с качествами накопительства ощущение того что найти у этого человека вот если вы женщина до всегда на землю на на землю на зиму есть какая-то консервация то есть вот как-то заботливое на будущее вот что пригодится в будущем там я не знаю если вы мужчина например нашли какой-нибудь там гвоздь либо еще что-то пригодится да там какое-то сверло о пригодится надо это отложить вот вы как-то как и называют бережливые вот ваши качества вы бережливые да вы одежду можете долгое время носить не она не потому что вас нету возможности купить другое нет потому что вы хорошо то есть вы не стоит носите не стоит категория людей которые например покупают обувь кроссовки вот сезон и их потом уже выбрасывают да то есть либо стоптали не так либо проходилось как-то очень бережливые очень знаете качество теплые вот мне хоть и показывает да здесь землю и северные страны мне показывают здесь очаг вы добродушный человек вы гостеприимный человек вот это тоже очень важное с качествами гостеприимности вот если две предыдущие позиции у меня были каждой как будто бы не совсем земной цивилизации да ну то есть уровень другой так вот вы прям вот именно земные до материальные какие-то не с плохой точки зрения нет ни в коем случае а человек который умеет адаптироваться человек который умеет материализовывать свои желания знаете вот если мы говорили о 2 я бы сказал там знаете например король либо королева пендаклей либо там девятка пендаклей да то есть здесь вот что-то такое пендаклевая очень хорошая землянка вот землянка дайте дом а если дом то дом деревянный не кирпичный либо люди которые любят жить в собственном доме до люди которые любят взаимодействовать землей на цветы и сажать там огород иметь как-то вот прозорливые ног с хорошей точки зрения на будущее до отложить семена на следующий год посеем вот если женщина не какие-то такие очень теплые домашние с каким еще качеством потенциалом вы родились на самом деле мне хочется сказать здесь как-то вот про купцов да то есть вот вам нравится еще и путешествия передвижения общения с людьми вот если по первой позиции наоборот как-то там не очень с коммуникации то вот у вас очень хорошо достаточно с коммуникации до с расширением как-то ваших горизонтов желанием пойти в новое как этот колумб до открытия новых каких-то земель но проблема здесь заключается в ограничении вас самих ваше мышление то есть здесь я не могу сказать что вы родились прям знаете с таким огромным потенциалом на что-то там и не знаю политики там реализовывать что-то такое масштабное глобальное нет здесь я бы сказала больше потенциал на хорошего такого знаете банкира менеджера да то есть люди которые связаны каким-то образом с торговлей да с материя с материей умением продавать дружить вот вы можете это общаться как-то с людьми здесь проблема заключается в вашем мышлении вы можете от материи брать намного больше от земли мы можете брать намного больше вам нравится босиком ходить стоять на земле вот земля это ваш это то что вас подпитывает в очень привязаны к своему месту жительства либо к своему городу да вы не вам нравится путешествие но если его и нет вы как-то не учатые будете переживать но не тот человек вы скорее всего тот человек который будет ездить по разным разъезжать по разным местам но не тот человек который сменит свое место жительство легко здесь проблема могут быть у вас с ментальным планом именно с мышлением вы очень себя ограничиваете как разки из-за того что присутствует много земли вот этой вот стабильности до уюта комфорта удобства и это очень сильно влияет на ваш ментальный план то есть вы сами себя как-то ограничиваете в своем мышлении в чем еще ваш потенциал в разрушение знаете вот ваш потенциал как разки в разрушение очень удивительно карты показывает в разрушении четверки кубков какого-то знаете эмоционального выгорания рамок вы родились для того чтобы то есть одной стороны вы в своей голове сами себе ограничиваете в чем-то да не позволяете иметь намного больше чем вам дано а с другой стороны у вас есть как я знаю вспомогательный инструмент по башне умение разрушать вот этих вот всех застоев которые есть вот эту стабильность эмоциональную да здесь не материальную стабильность фундамент какой-то вот именно ваш потенциал разрушать какие-то застои выгорания которые бывают у людей на то есть умение рушить причем башня она как раз таки и связана с восьмерка мечей тем что по башне мы разрушаем свои старые устой какие-то в мышлении до свои то во что мы верили то какая-то умение видеть систему ценностей которая уже отжила которая вводит вас как раз таки в четверку кубков да вот эту вот пассивность нежелание ничего делать то есть какое-то апатическое состояние то есть ваш потенциал с одной стороны это ну вот если прям очень грубо и утрированно быть богатым человеком изобилием человеком но вот на пути этого изобилия у вас есть одна преграда это ваши убеждения то во что вы верите и с другой стороны вам дан то есть вам дан как будто бы дана и дверь и данный ключ здесь вопрос именно состыковки когда вы найдете правильное время этот ключ открыть правильную дверь да почему потому что такое ощущение что вас раскрутили завязали глаза раскрутили раскрутили как раньше играли в этот муху или как там эта игра назван и потом остановили и говорят вот поймай меня дали вам круч и вот вы такие знаете немножко как этот голова кружится такие разболтанные да как это точка сборки расшаталась а вот и вы потеряли опору под собой вот вам говорят вот ключ иди ищи дверь она здесь в этом пространстве и вы как будто бы не можете найти какую дверь открыть ключом который вам дали и почему потому что с одной стороны вы себя ограничиваете а с другой стороны вы и умеете здесь по ощущениям себя вы ограничиваете а других людей вы учите как разрушать эти рамки вот здесь какой-то такой парадокс что другим вы можете помочь а себе вы не можете то есть у других вы видите убеждения которые уже отжили себя которые не нужны а у себя вы не видите другим вы можете помогать выходить из какого-то эмоционального застоя болота как-то вот их вытаскивать разрушать как-то это будоражит да а у себя как будто бы нет интересно то есть у других могу у себя нет очень-очень забавно хорошо давайте еще посмотрим с какими качествами вы родились каким потенциалом знаете еще пошло такое вот очищение потому что башня это очищение нашего тела до храма храма нашей души а очищение здесь как-то вот у вас землю это связано но ясное дело что это соль но здесь как-то землей вы как будто бы знаете как раньше вот были эти богатыри до вступили на родную землю у них сила появилась наше время люди это говорят как место силы так вот здесь у вас что-то такое есть то есть вы получаете силу от земли от того места в котором вы живете в котором вы вы свои места силы создаете сами свои собственные энергии когда вы взаимодействуете с этим участком земли нас этим клочком на котором вы находитесь так вот здесь ваш потенциал то ли вы умеете проводить чистку то ли это будет ваша какая-то задача для себя либо для других людей здесь я не могу четко провести грань потому что здесь все взаимосвязано то есть понимаете вы как будто бы чище других людей очищает других людей если это ваша профессиональная сфера вы как будто бы сами очищаетесь то есть если вы занимаетесь чистками не огнем землей землей солью а вы как будто бы и сами себя очищаете каким потенциалом вы родились с потенциалом на счастливую семью вот ваши педакли они не случайно не случайно мне показали вот эту вот клановую систему до деревеньку где очень много детей женщины ходят беременные да то есть мужчины может где-нибудь работают либо как-то вот на войне но а такая знаете какая-то семейность то есть вы родились либо вы родились в семье в которой очень много детей там например родственников там тети дяди бывают такие семьи например мусульманские семьи у них много детей да или например там нельзя в еврейских семья где есть матриархат очень много таких детей то есть связи связи корни понимаете здесь опять-таки землей то есть семья это как выражение это как дерево а дерево это стихии земли опять-таки до корни пускаем корни то есть у вас потенциал на хорошую семейность на рождение много детей да то есть если для кого-то это важно да то есть вы не тот человек которого будет например там двое или трое не здесь вот 45 а потом может быть шесть кто пожелает то есть вот это вот ваши потенциалы вы можете легко вынесить в плод и родить достаточно легко без каких-либо осложнений на хорошую семью и муж у вас такое знаете вот хочется сказать если вы женщина рукастый какой-то вот не не мечевого вы то есть не не в голове а вот именно такой либо приземленный либо практичный либо рукастый до простой простой несложным по характеру но при этом такой знаете добродушный как-то вот с какими-то окружностями да почему-то мне показывает может быть лицо круглая может быть у кого-то веснушки есть либо улыбка такая знаете теплая вот если вы не мужчина да то здесь вы как будто бы себе находится жену такое может быть в теле что ли я не знаю но но очень добрую такую теплую открытую отзывчивую то здесь вот потенциал ваш он связан с материи с финансами семейностью вот плодородие как-то урожайность ощущение того что кто-то должен работать на земле и этот кто-то это вы вы каким-то образом связаны землей если мы говорим как-то структура знаете вот опора на вас как будто бы все должно выстроиться вы держите это как атлант который держит небо до на своих плечах он не землю он небо держит вот вы как будто бы вот на своих плечах вы как колонна структура основа вот вы должны держать либо свою семью должны держать либо то что связано землей вы снова и если вы работаете где-то да вот на вас вы фундамент на вас все держится вот это вот ваш потенциал удерживать основу какую-то опору ценности которые ну очень важны вы фундамент я не знаю как по-другому сказать да то есть вы это основа на на которой в дальнейшем есть какие-то перспективы выстраиваться да то есть для того чтобы оставить хороший дом построить нужен хороший фундамент вот вы являетесь хорошим фундаментом вы являетесь землей то и тем участком который будет благородить плодородить тот который будет давать какой-то вот урожай то есть земля она большая разные участки да какие-то плодородят какие-то наоборот полы ну то есть не не несут как говорится вот вы несете да вы вы неудача вы хорошо такой вот проработанный чернозем если так можно сказать да который вот дает земля которая дает земля которая любит земля которая вот как говорим матушка земля вот это вы если возможно было нарисовать вашу душу вот вы как матушка земля и вас связь есть землей хорошо дайте посмотрю может быть есть еще какие-то качества с которыми вы родились на то есть потенциал ваш он вот он не столь большой но он такой знаете он такой плодородный то есть если это какой-то вот маленький кусочек то это именно самый такой плодородный кусочек это ваш потенциал а с какими качествами вы еще родились выпал аркан солнца знаете танцы на углях хочется сказать да либо танцы вокруг костра либо вот шаманизм взаимодействие с стихиями на с природой какие качества теплоты качество я не могу сказать что вы открытый человек нет вы не из этой категории но вы очень теплый человек вы очень добрый человек вы надежный человек на которого можно положиться вы верный человек опять девятка педакли выпадает то что я говорила да человек который умеет получать удовольствие причем знаете удовольствие в каких-то возможных мелочах и именно бытовых вот мы обычно избегаем быть нам кажется это о это как-то сухо это вообще как-то не интересно а вот вы умеете вы можете получать в каких-то бы ну радость от бытовых каких-то моментах от мелочей хотя вот вы по своей натуре свободной вы любите свободу мы не любите рамки вы не любите когда вам кто-то что-то говорит указывает очень приятная энергия ваша я не могу сказать что она объемная масштабная но она такая вот знаете бывает в интернете показывают домики ты не узкие такие маленькие как будто бы однокомнатные и они очень хорошо вписываются в интерьер природы когда показывает ландшафтный вот этот дизайн и вот вы такой знаете вот такой вот маленький уютный домик вы не огромный там доме еще там пятиэтажный еще что-то нет вы так хорошо вписываетесь в интерьер там я не знаю если это например гора ту в гору очень хорошо вписываетесь если это где-то река неподалеку и земля то вот вы как будто бы этот мимикрируете в окружающую вас природу вас хорошо развита адаптация тройка пендакли вот я говорю опять пендакли выпадает здесь единственная проблема в которой если так ее можно назвать это вашу то есть это единственная преграда когда вы заняты делом когда вы заняты телом вы заняты руками вы заняты действиями любыми действиями тогда все окей но стоит вам немножко расслабиться и вы переключаетесь на ментальный план на мысли это не ваша вы начинаете себе придумывать кучу каких-то проблем того чего нету какие-то сложности трудности вот хочется сказать горе от ума это вашем случае не потому что вы много думаете нет а потому что это не ваша природа вот воздух и земля это абсолютно противоположные они должны противоположное но они не вообще не дружеские они чужды так скажем стихии и не говорю о том что вам чуждо мышление но это не ваша вы как-то вот больше практичным путем приходите к чему-либо какие еще качества вот страхи уже пошли до что сделают страхи страхи вам вредят почему потому что через страхи вы как будто бы теряете себя вы знаете держитесь за что-то и не можете отпустили вы боитесь на здесь страх отпустить но у нас четверка педакли вышла первично да то есть что-то прошлое вы даже не прошлое а бывают такие моменты за что вы держитесь это может быть какие-то ваши успехи это может быть какая-то стабильность это может быть какая-то удача то есть то что когда-то вам приносило удовольствие и было ценно для вас вот вы стараетесь все время цепляться за это и вот это тоже есть качество так здесь вам начинает его показ хорошо какие качества вы используете своего потенциала а какие нет какие используете но другая колода тоже шестерка педакли на то есть опять педакли да не вопрос у вас все время то есть мир материи какие используете да вот купли-продажи хочется сказать справедливости по справедливости вот вас ли для вас фундаментальная ценность это справедливость какими качествами расширение расширение каких-то своих горизонтов в профессиональной сфере может быть на вы вы можете пойти в новое это то что возможно вы уже научились я сказала вам о потенциале какой у вас был да и там не было такого что вот вы как-то вот легко идете в это новое но сейчас я вижу что вы научились некоторые может быть из вас на вы используете первый шаг да то есть умение делать этот шаг невзирая на какие-то страхи трудности сложности пойти в новой до расшириться страшно но здесь больше скорее всего расширение будет как-то связано с профессиональной сферой либо с профессиональной сферой либо вот то что я сказала да с материнством то есть имение большого количества детей но здесь не про личную жизнь здесь не про переезды а здесь вот как-то расширение она много-много и при взаимодействии с людьми то ли знаете как научились хорошо продавать хочется сказать научились принимать решение давайте так скажу по крайней мере в профессиональной сфере в личной может быть и нет я не знаю здесь профессиональной сфере да то есть научились перешагивать какие-то трудности до неуверенность у вас присутствует вы и сомнения надо не надо но вы как будто бы научились пользоваться этим когда появляются какие-то сомнения умеете их преодолеть а то чему вы не не научили на пока может быть либо вы не пользуетесь этим нас выпадает здесь как раз таки королева мечей и четверка жезлов то есть вы не идете с одной стороны идете будущее а с другой стороны нет и вот здесь вот скорее всего а это какая сфера то есть профессиональный как-то вы научились а скорее всего мыслительный процент потому что королева мечей а у нас связано здесь тоже весы весы знаете ощущение того что в каких-то сферах каких-то моментов вы умеете пользоваться своими качествами а в каких-то нет потому что выпадает здесь двойка педакли здесь двойка жезлов да то есть здесь принятие решения а здесь умением балансировка да то есть неуверенность какая-то присутствует балансировка между двумя моментами и четверка жезлов у нас говорит о празднике а веселье здесь то есть выйти выйти из этого возможно как-то прислушивайтесь еще здесь либо вам нужно научиться прислушиваться к мнению других людей либо это влияет на принятие как-то на принятие решения то есть мнение других людей оно как-то на вас влияет часы на этой колоде посмотрю какие качества научились использовать а какие нет на научились принимать решение быть более таким знаете воинственным человеком отстаивать свою точку зрения там где надо уметь настаивать на своем уметь получать то что вам нужно и уходить вот идти в новое идти в этот оазис который то есть искать знаете плодородные я бы так сказала земли то там где благоприятная среда вот вот этого научились новая какая-то плодородная среда плодородные земли какие-то то есть оставлять то что уже высохла то что уже отжила и идти в новое здесь опять-таки двойственно с одной стороны я иду с другой стороны я не иду то здесь карты тоже показывают вы все никак не можете ощутить свою свободу это то чем вы не пользуетесь и дайте если мы говорим о менталите а ментальном уровне о мыслях ваших да то вы не умеете здесь выражать их творчески как бы вам так сказать в материальном мире вы знаете все у вас есть эти навыки вы плодородите хорошо вы не счете прям есть изобилие а вот на уровне мысли до на на уровне вашего сознания вы как будто бы не умеете пользоваться этим вы не видите созидания вы не умеете творить то есть вот красоту это во второй позиции задача была такая достаточно сложная надо состояние души заземлить а у вас она наоборот да какой-то вот противоположный то есть вы как будто бы хорошо владеете землей но вот с душой с какими-то тонкими такими материями они для вас чуждо они вам непонятны и вот вот этим вы не пользуетесь то есть вы вы не можете одухотворить материю вот так скажу то есть материи вы ладите а с духом как-то не очень и вам все время кажется что вот я какой-то вот не такой грязный ні как не могу очистится то есть вы как будто бы не может одухотворить материю интересно вот что вы умеете выпадает мужчина картина мужчины да вот вы можете быть таким сильным уверенным стабильным брать заботиться брать ответственность это вы умеете а что вы не умеете а здесь женщина такая знаете сексуальная страстная огненная соблазнительница вот этого вы не умеете ощущение того что мужские качества присущи а женские как-то вот вот эту свою землю по-женски то есть как фундамент как забота до эти качества земные у вас есть вы ими пользуетесь а женскими земными вы как будто бы не не умеете пользоваться то есть сексуальность в контексте именно выстраивание нового мира сексуальная энергия это то она та энергия на которой мы можем построить то что мы хотим то есть как как ты знаете вот есть женский способ построения а есть мужской способ вот у вас есть как-то вот мужской а вот этот вот женский более такой мягкий как магнит который притягивает а то есть вы вырабатываете в себе вот этот магнетизм на этот магнетизм притягиваете то что вам необходимо вот этого вы как будто бы еще не умеете делать здесь как будто бы знаете страх что отберут что накажут что заберут вас чувство справедливости очень сильно выражена и в прошлом если вот вы женщина дата женщины были такие амазонки очень воинственные да здесь энергия такая женщина сильная женщина я сама да то есть я императрица мне император не нужен не в плане как это называется не в плане партнера а в плане того что я сама прекрасно могу управлять империи да то есть у меня есть все необходимые качества для этого здесь про это так ладно какие качества вы наработали дополнительно на протяжении вашей жизни кроме тех что были заложены вашем потенциале какие качества вы наработали знаете так интересно вот про в предыдущих двух позициях я считывала информацию чисто с поля а вот ваша энергия она меня так заземлила и вот мне хочется считывать информацию уже с карт не с поля а именно с карт прямо такая не то чтобы тяжелая но как это ногой придавливаем да что-то вот какая-то такая вот придавивающие какие качества вы наработали еще дополнительно но вот сила молодцы силу свою наработали это хорошо да здесь возможно кто-то практике проводил знаете когда на ретриты ездишь все равно они проводятся на земле и вот вы подпитываетесь вы как будто бы наработали силу прокачали и как говорят хорошо вы стали более внимательными более внимательными более интересующимися здесь выпадает как этот мужчина который рассматривает бусы вместе с обезьяной и он смотрит на эти кристаллы и вот мне здесь это опять таки как-то вот отсылка гномом до каким-то кристаллам как хозяйка медной горы к материи так или иначе какие еще качества вы наработали опять четверка пендакли да то есть еще больше наработали качество стабильности то есть у вас была сама по себе стабильность вы ее еще больше наработали кольцо фортуны и двойка костей ставите вот то что я вам говорила да а а духа творение материи вот здесь все таки для тех кто действительно здесь вы сами поймете для тех кто стал ответственным за свою жизнь да то есть не те кто идут по жизни как ну куда судьба проведет туда и пойду нет не фаталисты а люди которые берут ответственность за свою жизнь вот вот те из вас шагнули непосредственно внутрь себя до познать себя то есть появилась вот это вот желание я хочу узнать себя я хочу слиться самим собой до принять себя вот такие люди они действительно совершили большой как-то не то чтобы прорыв а вот эти вот задатки которые были дано одухотворение материи вы повернули именно в эту сторону до в это направление у вас это получилось то есть вы молодцы те кому удалось кому еще не удалось возможно в будущем вы захотите это сделать но хотя вопрос звучал какие качества вы уже наработали да то есть познание именно себя шагнуть навстречу к самому себе именно увидишь что я не только материя я еще и дух которая есть в этой материи целеустремленность вы наработали ну и заканчиваем как разки опять-таки рыцарем педакли женщина здесь скачет на белом буйволе и он выбрасывает семя свое да то есть еще белое плодородие на то есть опять-таки но здесь уже изобилия которые вы наработаете если это сейчас она уже основана не на материи а именно на это какой-то другой иной уровень когда понимая себя то что вот я говорила да по женский вот этот вот магнетизм вы стали его притягивать здесь некоторые из вас научились это делать женские вот эти вот свои качества на свойства магнетизма притягивать изобилия здесь не грубая материя которые нужно очень много всего закладывать а здесь вы как будто бы в эту материю грубую внесли какой-то свою программу информационную вложили и она стала принимать те формы которые вам нужно то есть кто-то из вас научился действительно одухотворять материю замечать потому что она так или иначе одухотворена надо замечать вот вы как будто бы научились это замечать проще говоря научились примерять в себе материальный и духовный план потому что здесь позиция вообще не про духовность какие качества еще вы наработали ну император и верховная жрица и девятка кубков вот как раз таки у нас получился император на это вот мужские качества которые у вас были появилась верховная жрица да вот эти вот сакральные тайны знания души здесь как будто бы произошел такой брак да он материальный она духовная и получили удовольствие здесь ощущение того что вы превзошли то есть изначально в потенциале такого не было заложено это вот впоследствии как-то было вами наработано да и вот сейчас я не знаю многие из вас даже не суть кто и сколько в каком количестве но здесь люди пришли именно к этому да то есть к умению балансировать как минимум между духовным и материальном мире а в идеале конечно же соединить эти эти два качества свойства духовного и материального мира даже не соединить а еще расскажу увидеть потому что это уже есть ваша задача была это увидеть и признать и принять и это принесло вам как раз таки удовольствие по девятке кубков да и вы вы вышли на путь уже познания своей души то есть уже не материя для вас актуально смотрите здесь как будто бы проходит у нас несколько уровней до либо разных этапов своей жизни вы можете даже отследить первично было только материя материальные какие-то ценности потом появились ценности семьи непосредственно и вот уже следующий этап после приобретения построения своего бизнеса семьи уже появились какие-то более духовные понятия и познание себя вот именно в сторону души уже пошло направление хотя изначально не было здесь нам как будто бы показали разные этапы каждый из вас находится на своем из нельзя сказать что какой-то этап лучше какой-то хуже все важно но вы как будто бы изменили свою судьбу а здесь хочется сказать так потому что изначально ну другие были задатки а кто-то из вас на изменил свою судьбу и пошел вот в познание души на понимание себя и познание души то на с вами была третья огромная позиция все сегодня расклад огроменный получился но я надеюсь он вам понравится кому нет значит нет а я с вами прощаюсь до следующих раскладов всем отличной недели пока пока